Я уехала 38 лет назад, я никогда не вспоминаю о Кишиневе, потому что я никогда о нем не забываю. Это часть моей жизни, моей личности. Я не испытываю ни малейшей ностальгии или тоски, потому что Кишинев и те, кто мне дорог, всегда забываю. Это очень просто. Просто это часть моей души. Я вас всех очень люблю. Рисунок. Несколько слов о рисунке. Я как-то в разговоре в каком-то интервью ляпнула, что рисунок – это королевская или, если хотите, царская нищета. Рисунок – это минимальные средства и максимальные возможности. И этими минимальными средствами можно выразить целый мир, иногда выразить целый мир. И в работе области рисунка я постоянно веду перекличку с великими мастерами рисунка и с моим отцом. Я обожаю, я живу этими рисунками, или, как сказали бы наявлите, я живу этими рисунками, если можно сказать так. Проживаю я, живаю я. Они всегда со мной. И не только рисунки. И когда я думаю о тишине, я всегда думаю о музее, о музее арта пластича. И я думаю, что моя энергия всегда присутствует здесь. Поэтому господин Сберлия ему очень-очень-очень благодарно пригласил меня делать открытую выставку здесь. Большое спасибо. Я хочу сказать еще несколько слов в дополнении того, что сказал мой большой-большой друг Владимир Влад и большой друг Люда Томан, с которым мы очень много работали. Мы сделали две монографии моего отца и мамы. Я хочу сказать несколько слов о том, что, по-моему, в чем я лидер, что я сделала первое. Ветхий Завет, то есть еврейский тадах, одна из замечающих священных книг человечества, всегда подставляла замечательные сюжеты для пластической христианской культуры. Ветхий Завет и Новый Завет. Ивреи сами, люди, никогда не иллюстрировали свои священные книги, оставаясь всегда в области текста. Текст был значительно важнее, чем иллюстрация, чем картинка к тексту. Я взяла тему секс-эротика в раввинистической литературе, в Талуге, в Медражах. Работала над этим без малого 15 лет. Это был очень сложный материал, потому что было изучить, насколько смогла изучила. И впервые, впервые иллюстрировала какие-то, которые мне показались прекрасно ложащимися на карандаш сюжет. Вы сможете посмотреть это вот здесь, в этой части выступления есть альбом. Ну что еще? Несколько слов, совсем несколько слов о амазонках. Вы видите много рисунков, посвященных амазонке. Амазонка – это женщина, которая берет на себя антропологическую роль мужчины. Мужчина ей не нужен, она сама себя обеспечивает и сама себя защищает. Я думаю, что феминистки очень сильно изменили мир к лучшему и не к лучшему. Я, конечно, безусловно говорю о цивилизованных странах, а не о другом мире, где женщины могут... Сегодня женщины забивают камнями за прелюбое деяние или просто за какой-то проступок. Я говорю о современном мире, где феминистки изменили его настолько, что когда я сказала как-то своим студентам... Я преподаю в Академии в использовании. Я сказала студентам... Вы знаете, обо мне всегда пишут, что у меня мужская рука. Мои студенты посмотрели на меня, не понимающим совершенно взглядом, и спросили, а это хорошо или плохо? То есть я была всегда уверена, что это очень хорошо иметь мужскую руку. Они сегодня вовсе так не считают. Но феминистки изменили мир к лучшему. Так я думаю. И вот посмотрите внимательно мои рисунки. Мои рисунки об этом. Это серия из жизни Амазона. И экспонируется мультипликационный фильм «Шутка». В этом фильме я свергаю, сношу известнейшие скульптуры, существующие сегодня в мире. И воздвигаю вместо них своих керувимов в любом Саэте. Прямо из Толуга. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам.